я просто сам не охотник и поэтому у меня могут быть такие достаточно глупые вопросы но вот многие потому что задаются вопросом этичности охоты и я так понимаю что просто нет какого-то понимания отличия охотников и браконьеров вот чем вообще охотник отличается от браконьеров ну браконьер это который заходит охотиться не по закону охотник он соблюдает правила законы этика это на совесть там любого охотника некая такая составляющая вот я говорил что есть этика выстрела то есть у лучника она это та дистанция которую ты точно знаешь что ты попадешь практика показывает что это там не больше 35 метров на лучше до 25 объясню почему потому что скорость полета стрелы порядка ну возьмем такую не как завышать производителя там средний там 80 метров в секунду 8 мне кажется турник неплохо да ну так вот хорошая хотели фунтовую но долго до 400 грамм там стрела полетит где-то примерно так вот скорость звука у нас 320 метров в секунду соответственно там на дистанцию это все можно посчитать скажем те же там 25 метров примеру мы можем посчитать скорость звука и скорость полета стрелы что будет раньше соответственно звук хлопка лука он зверю слышит там на полсекунды примерно там больше в три раза скорость братья по скорости соответственно если животные смотрят на вас с тревожной так дальше она после вот этого хлопка среагирует она сдвинется в сторону прыгнет присядет у меня есть несколько видео где вот прям с урок уворачивается от стрелы то слепит стрела он так у найти как в это низи вот косу ли уворачивается от стрелы вот это когда дистанции вот такие пограничные то есть когда там 15-20 метров это все как бы не мимизируется вот поэтому вот как раз курс о котором я говорил мы все эти нюансы как бы и рассказываем что животное должно стоять четко боком есть определенной проекции она должна быть отвлечена не смотреть на вас то есть если она ждет опасность она уже все готова там низком старте вот чем-то отвлечено кормиться там соплеменником каким-то и так дальше вот и вот этот как раз этичный выстрел он вот этими факторами обусловлен ты можешь стрелять там и некоторые любители и профессионалы рассказывают ну там в кавычках там на сто метров возрасте там стрелять не все это ерунда полная потому что так делать нельзя в теории конечно да это возможно там под 45 градусов куда-то стрельнуть и в кого-то там попасть над все уже шоу это не охота или охота это все-таки ответственность то есть добыть надо эффективно зверя то есть не заниматься каким-то этим шоу да надо добывать чтобы сделать не мучился это было эффективно и чтобы как бы там результат охоты мы знаем еще все вот эти вот сезон охоты на того они что по срокам определенным ну да есть правило охоты то есть почему я говорю что охотник он в эту ходит очень быстро то есть для него это нормально сроки охоты регистрация в росгвардии медкомиссии так дальше человек который не охотился он когда хочет приобрести там лук арбалет охотники там фунтажа он сразу сталкивается с тем что нужно оружие охотничий билет он думает о коррупция и все это плохо на самом деле вообще проблем никаких нет я просто плавно перехожу к тому как мы можем рекомендовать человеку приобрести легально охотничий лук арбалет для этого нужно вот охотничий билет хоть и билет у нас выдается бесплатно там платишь символическую пошлину там не знаем из разряда 10 рублей за какие-то вот саму бумажную в течение 10 дней удается бесплатно через госуслуги возникает никуда она по месту жительства вот следующий шаг это получение любого разрешения на охотничье огнестрельное оружие это то что рог и называется то что называется рог и то есть вот с этими двумя документами и паспортом вы приходите магазин артемиду показываете их выбираете из ассортимента что у нас есть лук либо арбалет вам его продают лицензии никакой для этого не нужно вот только два документа оформляют записывать в книгу учета параллельно уведомляет росгвардию по месту жительства но специально есть служба уведомлений то есть что вы приобрели такой такой стрелково-метательное оружие с таким таким-то номером вы получаете вот такой паспорт изделия есть на лук есть на арбалет здесь у нас инструкция по пользованию сертификат протокол испытаний все инструкции сюда вносится серийный номер ставится печать когда вы приобрели его копия сертификата тоже с печатью организации его выдавший все то есть вот такой пакет документов вы получаете с ним приходите в течение двух недель в росгвардию по месту жительства вам ставить его на учет при этом законодательство не предусмотрено какой-то документ виде рохи наук то есть ничего не удается у вас вот только вот такой документ здесь вам могут сделать отметку либо что приняли на учет либо дать справку свободной форме то есть здесь пока не прописано какой-то конкретники и законом не предусмотрено что у вас на руках будет какой-то документ подтверждающий регистрацию вы просто вырегистрируете в заявительной форме а хранение получается как она должна все все всегда а а а а а а Продолжение следует...